Сегодняшняя тема. Следствием многих хронических заболеваний печени, гепатиты, НАЖБП, стеатоз, аутоиммунные заболевания и другие, является фиброз, разрастание соединительной ткани, реакция печени на повреждения. На начальных, а часто и на поздних стадиях фиброз никак себя не проявляет, как известно, печень не болит, а это достаточно опасно, поскольку незаметное для пациента прогрессирование фиброза может привести к развитию цирроза или гепатоциллюлерного рака. В итоге возникает ситуация, когда речь уже идет не только о здоровье, но и о жизни пациента. Чтобы этого не случилось, гастроэнтерологи и гепатологи советуют периодически проводить ряд несложных обследований. К ним относятся, в практике некоторых лабораторий и клиник не так давно появились продвинутые, анализы гистологической активности при распространенных патологиях печени, универсальный «фибромакос», и более специфический «фибротест», который входит в состав «фибромакса». Еще одна новая методика, применяемая для диагностики фиброза, эластография, эластометрия. В медицинский обиход эластография вошла в начале 2000-х ГЭГ, когда появились УЗИ-аппараты, фибросканы, позволяющие оценивать жесткость печени. Взгляд внутричеловеческого тела, 24 удивительных экспоната, в нашей галерее, в основе работы такого сканера лежит модуль упругости Юнга, свойства любой ткани, в том числе ткани печени, реагировать на воздействие извне, сдавливание. Во время эластографии врач при помощи специального датчика делает определенное количество замеров в проекции правой доли печени, формируя сдвиговую волну, скорость которой измеряет аппарат, на экране появляются эластограммы, отражающие жесткость печени. Одновременно с фиброзом, при помощи эластографии можно определить наличие жировой инфильтрации, это особенно актуально для людей с ожирением и нарушением углеводного обмена. Кстати, эластография может быть назначена не только врачом гастроэнтерологом, гипотоловом, но и хирургом, эндокринологом, терапевтом, даже инфекционистом. Длится вся процедура до 15 минут и проходит без неприятных ощущений. Если в результате эластографии выявлен фиброз, специалист назначает пациенту дополнительные анализы, чтобы поставить точный диагноз, понять, почему разрастается соединительная ткань. Процедура эластографии служит альтернативой традиционной биопсии и пункционной диагностики, которая ранее была единственным методом определения фиброза. Биопсия печени – достаточно сложный и травматичный метод диагностики, в ходе которого возможны серьезные осложнения и которые имеют ряд противопоказаний, например, повышенная кровоточивость, характерная для различных печеночных патологий. Тем не менее, при всей своей универсальности, эластография также не лишена противопоказаний, к которым относится беременность, выраженное воспаление печени, наличие асцита, жидкости в брюшной полости, выраженное ожирение, узкие межреберные промежутки. Представим такую ситуацию, эластография проведена, дополнительные анализы с данной и у пациента, к сожалению, выявлен хронический гепатит, привожу этот пример, поскольку гепатит B и C продолжают оставаться одним из наиболее распространенных инфекционных заболеваний в мире. Что делать дальше? В первую очередь не считать, что ситуация безвыходная. В последние годы врачи научились лечить гепатит C при помощи препаратов прямого противовирусного действия и снижать активность гепатита B. Главное – обратиться в современную клинику, которая оснащена необходимым оборудованием для диагностики патологии печени, к компетентному специалисту, который сможет разобраться в вашей болезни и назначить лечение. В целях профилактики вирусных гепатитов помните о правилах гигиены, посещайте проверенных косметологов и стоматологов, не забывайте о защищенных половых контактах и о том, что от гепатита B создана вакцина, которой можно привиться. Читайте также, как понять, что у вас проблемы с печенью, и что с этим делать кофе защищает от болезней печени, кельтский ген, повышает риск рака печени у мужчин в 10 раз смотрите наше видео. Подписывайтесь на наш канал!